В Дагестане продолжается эпидемическое неблагополучие по коре. Вакцинация против кори является обязательным условием при устройстве ребенка в детский сад. Основной причиной роста заболеваемости корью является необоснованный отказ за людей от вакцинации против кори, отметил в своем выступлении врач-инфекционист Ибрагим Османов. Угрозе заболевания подвергаются непривитые и не болевшие корью лица. Особую опасность корь предоставляет для детей в возрасте до 1 года, которые не подлежат прививкам по возрасту и взрослым виду более тяжелого течения заболевания и вероятности развития осложнений. Единственной профилактикой кори является вакцина-профилактика. То есть препаратов для лечения кори нет. Только корь можно предупредить с помощью вакцина-профилактики. Для этого у нас проводится в возрасте в 12 месяцев и далее в возрасте в 6 лет проводится вакцинация и ревакцинация кори. То есть вакцина-профилактика создает иммунитет, то есть препятствует к возникновению заболевания. То есть если организм иммунизирован двукратно, мы создаем своего рода иммунитет, который является как бы барьером для инфекции. То есть он создает определенный барьер, что предотвращает возникновение заболевания. Корь – это остроинфекционное и высококонтагиозное вирусное заболевание, которое характеризуется общей интоксикацией, высокой температурой, поражением слизистых оболочек глаз, дыхательных путей и сопровождается сыпью. Ибрагим Османов пояснил, что вирус кори передается здоровому человеку от больного воздушно-капельным путем, при чихании, кашле, разговоре и даже дыхании. Специфических лекарственных средств лечения кори на сегодняшний день не существует, и поэтому прививка является единственной эффективной мерой профилактики кори и может защитить человека от этой тяжелой инфекции. У нас имеются и противники, и сторонники вакцины на профилактике. По некоторым данным, в основном это из-за религиозных убеждений отказ. То есть дети не привитые, они своего рода являются потенциальными источниками этой болезни, этой инфекции. Они могут заразить других детей. В своем контакте они могут. Как мы сказали ранее, то есть мы получаем иммунизацию, вакцинопрофилактику в возрасте в год, в 12 месяцев, и в возрасте 6 лет, 6 годам, вторую ревакцинацию. Есть возраст, когда дети до года, мы по показаниям не можем провести иммунизацию. То есть эти дети входят в группу риска. Вот те дети, которые достигли возраста, годовалого возраста и не получили своевременную иммунизацию, это касается даже взрослых, они являются потенциальным источником, они могут заразить других детей. Врачи Хосевертовской городской больницы настоятельно рекомендуют при выявлении признаков заболевания вирусом кори явиться в стационарное учреждение для обследования и сдачи необходимых анализов и не заниматься самолечением.